Привет, друзья! Это Алена, вы на канале 30+. Я нутрициолог-психолог. Сегодня с вами говорим про то, что нельзя есть на завтрак. И многие не знают, что завтраком можно себя убить достаточно на полдня. И многие не завтракают, многие пьют кофе. Я расскажу про различные мифы. Мы все слышали, что завтрак – самый важный прием пищи. На протяжении десятилетий органы здравоохранения действительно связывали плотный завтрак. С улучшением состояния, здоровья, контролем веса. Но могу сказать, что я не совсем согласна. В большинстве случаев действительно необходим завтрак утром, потому что максимально активно работает наша система пищеварения. И желудок, и желчные пузыри, и поджелудочная железа готова к работе. И ждут полноценный завтрак, а не кружку кофе с сахаром или какие-нибудь молочные лунтики. Конечно, к вопросам питания всегда нужно подходить индивидуально. И учитывать ваши особенности и состояние здоровья. Так, например, вы можете сдвигать завтрак позже по времени. Например, завтракать после тренировки, если вам будет так удобно. То есть, все те диетологи, которых я вижу, описывают обязательно, обязательно позавтракайте и бегите на тренировку. Могу рассказать историю. Занималась я в бассейне с одной девушкой. Плыву, смотрю, какая-то еда плывет мимо. Я спрашиваю, Аннушка, а что это? Она говорит, это мой завтрак. Просто мне нутрициолог сказал, что обязательно завтракать перед тренировкой. Я говорю, а сколько прошло? Она говорит, ну и часа не прошло. Но, видно, я не ожидала. И поэтому вот такой момент очень индивидуальный. И если вы не слушаете каких-то гуру, которые вам вещают и фильтруете информацию, то вы сами оцените, как ваше тело себя чувствует. До, с едой, вместо еды, вместе с едой. И это важно. Режим питания очень индивидуален, потому что здесь нужно оценивать свое текущее состояние. И завтрак действительно дает вам энергию или отбирает. Если мне утром наложить тарелку с пельмешками, то я побегу как-то хрюшка на дорожку, потому что мне будет тяжело вести консультации. Другой момент, если мы с вами говорим про спортсменов, у них другой режим. И на завтрак никогда нельзя есть, ребята, сладкое. Потому что эта история сразу приведет к скачку инсулина. И через время вы захотите сильно не кушать, а жрать. И это обоснованные вещи. Другой момент, если вы пьете кофе натощак, может быть раздражение желудка. У меня так было. И из-за этого начинались заболевания ЖКТ. Соответственно, это работает не у всех. Некоторые пьют кофе натощак, я знаю, и спокойно живут. Другой момент, если многие делают кофе и смузи натощак, якобы детокс, это тоже не так полезно. Всякие смузи могут очень сильно влиять на панкреатит и на другие моменты. Я рекомендую вам делать утром мини-медитацию с едой. Потому что никто никогда не знает, что там изменилось за ночь. Как там, что органы переклались, переложились. Даже спал неудобно, уже могут быть какие-то изменения. Но самые простые лайфхаки. Это белки дадут нам ощущение сытости. Жиры долгую, качественную энергию. Клетчатка даст насыщение и моторику кишечника. А вода... Кстати, постарайтесь не запивать завтрак большим количеством кофе и чая. Так как многие пьют кофе и чай вместе с едой, это ухудшает усвоение веществ. Но я, честно говоря, не адепт того, что не запивайте еду, не делайте это. Тому, что нужно, то усвоится. Другой момент, не забывайте про клетчатку. Но с ней осторожно. Не ведро клетчатки, это можно не всем. Но такой тазик маленький можно. Подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Алена. Я нутрициолог, психолог.